Сегодня во всем мире отмечают день борьбы против рака. Заболевание, которое еще несколько лет назад считалось приговором, сейчас успешно лечится. Правда, на ранних этапах. Но медики говорят, к сожалению, люди не всегда торопятся проходить профосмотры. Обращаются к специалистам уже на четвертой или даже пятой стадии. Сейчас в Северной Осетии на учете 17 тысяч онкобольных. Какова ситуация с этим заболеванием сегодня в материале Сабины Пелиевой. Раиса Мамукова всегда чувствовала себя хорошо и думала, что абсолютно здорова. Ей 72 года. Говорит, и подумать не могла, что эта болезнь коснется ее. 10 лет назад поставили диагноз рака кожи, лечили долго, облучали более 10 раз. Позже диагностировали еще одну опухоль. Женщина признается, хоть и было страшно, решила – это не приговор. Главный врач этой больницы, он прямо подошел ко мне, сел, говорит, вы знаете, что у вас, вы знаете, что вам предстоит. Я говорю, я все знаю, я все знаю, мне все сказали. А что бояться? Будем стараться еще жить. Врачи уверяют, что еще поживем. И жить с этим действительно можно, если выявить болезнь на ранней стадии. Причина необратимых впоследствии зачастую становится позднее обращение к врачу. Когда появляются симптомы заболевания, то оно уже бывает, как правило, на поздней стадии. То есть на третьей, вернее, на четвертой, а в лучшем случае на третьей стадии. А на первых двух стадиях раковые заболевания протекают бессимптомно. И вот это и является основным, что делает необходимым именно профилактические осмотры, профилактические обследования. Пренебрегать профосмотрами не стоит, настаивают врачи. Тем более сейчас это не требует особых усилий. Обследование начинается с простой манипуляции. Общий анализ крови. Все показатели должны быть в норме. Если есть отклонения, это уже вызывает подозрения. По словам врачей, есть простые правила, соблюдение которых, если не предотвратит болезнь, даст возможность подобрать правильное лечение и справиться с недугом. Лицам старше 45 лет нужно ежегодно проводить весь комплекс обследований. В поликлинических кабинетах по месту жительства, в нашей поликлинике онкологической можно прийти, записаться на все необходимые обследования. Это колоноскопия, осмотр толстой кишки, это гастроскопия, осмотр желудка, это осмотр кожных покровов. Женщинам осмотр обязательно гинеколога, маммолога. Мужчинам старше 45-50 лет нужно обязательно ежегодно сдавать анализ крови на онкомаркеры, простатспецифический антиген, ПСА, как его называют. О необходимости регулярных обследований специалисты говорят всегда. Напомнили и в канун Всемирного дня борьбы с раком. Во Владикавказской седьмой поликлинике и в онкологическом диспансере прошла акция под названием «Вместе против рака». Желающих пройти обследование оказалось немало. В газете «Северная сетья» прочитал объявление, что проводится день открытых дверей. Решили провериться, пройти. Можно сдать все анализы, пройти всех специалистов. Без толкотни, как говорится, без очереди. Заходишь, все тебя обслуживают, дают очень грамотные рекомендации. Как отмечают специалисты, продолжительная жизнь у онкобольных растет с каждым годом. И призывают помнить – рак – это не приговор. Сабина Пельева, Чермен Сураев, Новости Осетии.